Выстроить новую современную систему управления российским биатлоном. Такую задачу поставил известный бизнесмен Михаил Прохоров. Под его руководством Союз биатлонистов России начал реализацию программы развития спорта, которая рассчитана на ближайшие 10 лет. Главная роль в ней отведена региональным объединениям, которых руководство СБР всячески призывает проявлять инициативу в вопросах развития биатлона. Вот только к таким стандартам взаимодействия с центром в регионах пока еще не привыкли. Слишком сильно сидят в головах чиновников старые представления об устройстве работы Федерации. Отчасти поэтому и приходится на Совете Союза биатлонистов узнавать о тех или иных недоработках и комических ляпах региональных объединений. В частности, когда обсуждается вопрос о развитии детско-юношеских школ. Все это зависит от вас, потому что информацию, которую мы получили, и Владимир Алексеевич правильно сказал, она очень далека от истины. И некоторые школы дали такую информацию, что у них занимающиеся биатлоны больше, чем детей в этом микрорайоне. Несмотря на отсутствие у руководителей большинства региональных объединений опыта работы в предложенных Прохоровым условиях, кадровой чистки не последует. По словам президента СБР, возможность проявить свои лучшие качества будет дана каждому. В ближайшие пять лет Союз биатлонистов намерен потратить на развитие регионов существенную сумму. Степень отдачи от этих средств и будет свидетельствовать о компетентности руководителей на местах. Финансирование выделяется постепенно и рассчитано на четыре года. Для того, чтобы как раз подготовить местных руководителей к тому, что у них появляются права, полномочия, ну и ответственность. Естественно, в процессе, если сейчас вывалить все задачи вместе с деньгами за один день, тяжело это будет сделать. Поэтому мы здесь будем вести мониторинг, мы будем смотреть, как первые деньги, куда они попадают. Будет специальная комиссия, которая будет проверять, чтобы деньги дошли целевым образом. Таким образом будем смотреть, соответствует ли местный руководитель тем задачам, которые поставил перед собой Союз биатлонистов. Если он не соответствует, даже если он патриот биатлона, искренне хочет, собственно говоря, развитию биатлона, будем искать тех, кто будет способен не только быть патриотом, но и реализовывать задачи. Иными словами, регион отныне получит свободу и поддержку со стороны федерации. Но вместе со свободой на их плечи ляжет и ответственность за результат. Это предполагает и программа развития биатлона, которая построена на принципах поощрения за успешную работу. Что значит пришел Прохоров и что значит он быстренько стал все раздавать, как раз не к этому. Он поэтому успешен в бизнесе, потому что все делается системно. И здесь мы тоже хотим системный подход сделать. Мы будем помогать туда, конкретно, где есть люди, где есть идеи, где есть возможности, где есть руководители регионов, которые помогают конкретно. И тогда там вырастет абсолютно точно. Всегда порядок, побед, класс. Несмотря на очевидные положительные стороны, стратегии развития биатлона находятся и те, кто критикует начинание Прохорова. Рассудят стороны результат. В первую очередь на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Артем Кунецов, Альберт Стародубцев, Инфокс.